В Раде дали неожиданное объяснение рейдам ТЦК на концертах и в кафе. Рейды ТЦК в Украине, вероятно, связаны с обращениями боевых командиров в военкоматы для пополнения подразделений. И такие меры необходимы. Такое мнение высказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Александр Федиенко пишет новости Украина со ссылкой на эфир Радио Свобода. По его словам, и Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны, больше гражданским военнообязанным гражданам Украины, рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет возможно кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт Океана Эльзы, сходить в рестораны, заявил он. По мнению Федиенко, фидбек в большинстве идет от боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение, а пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность, отметил нардеп. По его словам, такие меры необходимы, потому что боевые подразделения сил обороны нуждаются в доукомплектовании. Рейды ТЦК в Украине. С прошлой недели ТЦК устроили несколько рейдов во Львове, Днепре, Житомире, Хмельницком. В Киеве работники ТЦК провели проверку фанатов группы «Океан Эльзы» после концерта 11 октября возле Дворца спорта. Ранее в Раде уже заявляли, что не считают подобные проверки ТЦК угрозой. Наоборот, они должны быть постоянными.